Ребят, всем привет, Бубки на связи. Я на пару минут вышел к вам в фейсом, в кадр, сказать про подводку к текущему видео. С бабушкой утром мы сидели, так, мило общаемся, я знаю, вы ее сильно любите, уважаете, ждете, когда она появится в роликах. Она у нас, дама скромная, ну, по крайней мере, скромничает, на камеру рассказывает что-то, либо ей говорить. Поэтому снимал я ее беспалево, тайно, такая шпионская видеосъемка. Ну, короче, суть в том, что мы с ней разговаривали, она говорит, иди поешь помидоры. Там, говорит, у меня, говорит, помидоры вкусные такая, соспело, как в колхозе. Ну и что-то колхоз, то, все, пятая, десятая, разговорились, и я ей... Она говорит, что вот когда на колхозе, там на помидорах работали, говорит, вкусная помидора была, говорит, весь день, говорит, на помидоре, говорит, что, говорит, ты с дома только хлеба возьмешь, да и все. Вот, я говорю, а что, яиц, например, что, из дома не брали, она говорит, да какие яйца, кур-то не держали, раньше, говорит, в деревне-то у нас никто, кур надо кормить, а это пшеницей же, а пшеницы нету, ее давали вот на семью, грубо говоря, год работаешь, и на трех человек на год давали 5-6 мешков пшеницы на трудодни, ее, говорит, смолишь, вот мука тебе, говорит, какие куры, это же зерно на кур тратить, ну, короче, такие дела. Ну, и слово за слово, вот она мне начала рассказывать там, мы это уже не первый раз ее рассказы слышали, но мы любим ее слушать, она так это все рассказывает, интересно, со вкусом, короче, вот, и решил записать, взял телефон, достал из кармана, включил и подглядел за ней. Короче, в кадре бабушка моя, Авдеева Антонина Васильевна, недавно вот отмечали ее юбилей, юбилей, 85 лет, спасибо всем за теплые поздравления, пожелания для нее, мы ее все читали, передавали. Ее это, как сказать, интересует, как это так, посторонние люди ей пишут, ее поздравляют и желают ей там всего хорошего. Ну, короче, приятного просмотра, поставим бабуле моей лайк, напишем комментарий и подпишемся, кто еще не подписался. Всем приятного просмотра, вперед! Мешков пять, шесть получим. Чего, зерна? Зерна, да. Это за трудодни? На трудодни. Урожай убирают, когда уберут. Пять мешков, это на каждого или на все? Нет, на все мы вот втроем. Мама, я, Колька. Это за сколько трудодней, пять мешков? Ну, сколько вот ты работаешь за год. За год один раз получали. На троих за год работы пять мешков? А мы вот все-таки поставили. Ты думаешь, нам честно ставили? Трудодни-то. Дядя Петя Муханов у нас был, вот тетя Настя Авдеева, брат. Он был этим учетчиком. Че он хочет, сколько и поставит. Тетя Настя придут с Галей. Тетя Настя сидит, а Галя, она показывает, что делать. Галя работает, тетя Настя сидит. Тетя Настя, не маль-то. Ага. И мы. Им двоим пишут. Она одна, Галя-то, работает. А на них на двоих писали. А мы вкалывали. Я вот работала. Мама в колхозе на другой работе работала. А Колька тоже. Все по-разному. Очень хорошо, вот, трудень. А то 0,75, 0,50. Сколько тебе запишут? Нет, ну, получается, вы троем работали в колхозе на колхоз. Колхоз вам всего лишь за год на троих пять мешков зерна. А на себя когда работать? Ну, в своем хозяйстве, например? А как? В свободное время, что ли? Ну, после работы, как сейчас вот работает, так же работаешь. Все управляешь. То есть там ты работаешь бесплатно, по сути, а потом приходишь у себя. Нет, 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 нет. Ну, вот работаем, например, вот когда работали на этой, на огородах. Вот сажали мы, поливали там. Сейчас не помню, сколько соток нам писали. Вот тут же мы получали, Илюшка нам писал. Прям деньгами? Какие деньги в колхозе-то не были, никогда денег не получали мы. Ну, вот зерном вы получали. Зерном только, да. Сотки запишут, сколько соток. На сотку там грамм 200, 300 когда давали. Ага. А вот сколько соток ты посадила, помидоры там, обработала? Яша, это не просто общее. А, понятно. Замерял, сколько сделали вот это. Сажень-то ходили. Ага. Замерят, сколько сделали. Чего? Вот. Норма была, делят на всех, кто работал. А дояркой тоже зарплату ничего не получала? Дояркой я уже, вот тут немножко стали нам, как-то, я получала, как было передовик. Угу. Ездила, вот мне выписывали в Кузьми, вот собрание было, вот такое колхозное, где вот ездили в клубе там, вручали. Это за высокие надои? За высокие надои. А сколько тогда высокие надои было с коровы? Ну, а сейчас я помню, ну, у меня высокий был. Ну, высокий сколько с коровы в день, когда вот, ну, хорошая трава. Ты говоришь, у тебя, которая легалась, больше всего доила? Она хорошее, молоко у ней было, все. Они все как-то хорошо доили, Паш. Ну, только разное молоко у всех, как и сейчас вот бывает. Ну, литров 20 от коровы надоивали? Даили, да. А то, говорят, раньше коровы плохие были, меньше, это, литров 12, типа, это уже коровы хорошие считали. Ты знаешь, Паша, у нас вот, например, кормили зимой. Мы вот, когда дояркими я работала, там же работа ши летом и зимой. Вот, со скотиной-то, это уже все. Тут уже дояркой я работала круглый год. Ну, чем их зимой кормили? У нас сено все время. Сено косили. Вот это, где сейчас весна, вот это поле было, все сено. Косили, житняк складывали, согребали мы кучки, потом возили, и вот займщик возили, сено. Тут уже сено у нас было. А все равно, у кого нет сена. Тетя Тоня наша была, это, дежурила ночью там, в конюшне. Ага. Где у коров почистят, где что там, у лошадей почистят. У меня были коровы тут, где лошади. И вот тетя Тоня Муханова, вот Литка Муханова приезжала. Верка, то есть, Муханова была. И их мать, она с тетей Тоней, соседи жили. Коровы кормить нечем. А тетя Тоня наша говорит, ты приди. Ночью, да? Да, приди, я тебя там возьму, сенца-то. Ну, в Визанку. А дядя Шур был, Шишков. Вот Нинка-то у меня Шишкова, Колькина, тетка-то. А вот дед его был. Председателем колхоза строгой был. Ну, мол, Шишков-то спит, чей ночью придешь. А они жили-то на одной стороне. Тетя Тоня-то, вот где тетя Тоня наша жила, где Юдин был дом. А Шишков-то вот, напрямую, где наш дом был. Вот напрямую. А она пришла, тетя Тоня наша говорит, да давай я тебе это, полезу на подловку. Залезла, а у нас было вот так на две стороны. Длинная была конюшня и разделена на две стороны. Вот где лошади и коровы мои были. А тут тамбур был широкий, заезжали. Прям заезжали на санях, на санях туда, с аметами туда заезжали. Ворота тут открывались и там открывались. И вот с крыши-то она тут шла. И ей видно далеко, вторую половину-то. И она вот так вот взяла сену-то. С аметом и упала. И идет вот, несет и упала. В люк в этот. В этот прогалку. Тамбур-то. Сломала обои руки. Ой, ну вот. Вот своровала. Угодила. Угодила, да. Ну, мне это... Она много раз, конечно, давала так вот. А видишь, попала как. Сено было далеко. И она шла, и ей далеко, вроде, далеко идти-то. И как шагнула. Перед собой сено понесла. И она не чувствует, как шагнула с этим сеном-то. А эти коровники деревянные были? Деревянные были. Мазанные? Нет. Просто? Да. А крыш чем, крытая? Соломой? Нету. Шифером были. Шифером даже? Да, да. Это какой год? 50? 54-й. Нет. 55-й, 56-й. И уже шиферный... 57-й. Уже шиферная крыша на коровнике была? Уже шифер был, да. Ага. А то доски. Досками крыли. Деревянные крышки были. А телят куда отдавали? Где отделение на телят было? А Бартоломеевку мы их выпаивали до месяца, два, вот так. А потом забирали их в Бартоломеевку, отвозили, там уже... Доращивали? Доращивали, да. А вам потом доинами возвращали? Ну, как было у нас, так у меня вот как было, нам ничего не добавляли. Было у меня 20 коров, так и было. Это четыре доярки по двадцать или три? Вот мы доярки, я доярка, Катика Петрова. Катика, по-моему, тут со мной была. А там Валька была, это, Куликова, Козлова, Ольга. Тут же лошади четкие, а там три, наверное, доярки было. Валька, Ольга, Козлова, и Нючка Глухова была. Ну, восемьдесят коров. Ну, считай, нас десять, пять доярок, сто коров. А, сто коров, пять доярк. Да. А за лошадьми кто ухаживал? А за лошадьми этот, дядь Коль Черняев был. Ага. А лошадей сколько? Ну, лошадей-то, наверное, штук двадцать-то было. А они как стояли, как лошади тоже, ой, как коровы привязаны или в загонах? Так привязаны были, стояли. Так же, как и коровы в стойлах стояли? Да, да. Вот, серёдка была пустая, счищающий навоз, там и там широкая была. Ну, там заезжали телега, заезжаясь задом, гнидой у нас был, задом, задом его. И вот этот навоз грузили. И что, 20 лошадей было, и все в колхозе использовались? Или просто... А тогда лошадя, они только работали, Паш. И сено подвозили там, все на лошади, воду возили в зимнее время. Пахали. А на лошадях было. Пахали огороды кому. Пойдешь в колхоз, скажешь, председатель даст корову лошадь. А, домой все-таки давали пахать лошадь? Давали, давали, да. А вот это, бабнюр держала огород, тоже на лошади пахали? Или сами копали? Нет, тут уже вот сами, вот как все распало с колхоз-то. Нет, нет, вот когда еще... А, ну, нет, когда колхоз был. А колхоз был, конечно, пахали всем. Всем давал. А то говорят, типа, раньше в Советском Союзе... Не то, что в Советском Союзе, а вот когда деревни были, скотины держали, а получается и кур нифига не держали, то, что их кормить надо было, а кормить нечем. Кормить надо, дизернаты, где брать? Деревни были, типа, это... Как ты... Дородные. И продаж такой не был, Паша, как вот сейчас. А кому продать? Ни у кого денег нет. А у кого деньги были тогда? У кого вот. А мама вот работала уже, знаешь, деньги получили. Она в школе начала работать уборщицей. Там 27 рублей она получила. Вот у ней. Она и в колхозе работала, и в школе работала. Вот все-таки у нас маленько деньги тут вот. Хотите, получим. А заболеешь, чем лечились? У нас была... Или тогда не болели? Как-то и не болели больно. У нас врачиха была. Ну, чем она лечить будет? Чем? Ну, лекарства, что, припишет. Ну, тогда еще лекарства были в деревне? Ну, конечно, были. Так как-то лекарства ходили, кололи, никаких денег мы никогда не платили. Ага. Все бесплатно, Валя, Паша, было тогда как-то... Это вот на ферме прям был пункт какой-то. Не на ферме, а в Бартламенске. А, в Бартламенске. Забыла уж, как звали-то у нас. Была эхо хорошая женщина. В любое время была. Поезд на лошади привезут, и... Она все вот знала. Вот все знала. Молодец была. Не хуже, иновельная. В любое время вот придешь. Где побурчит, где что, но она идет всегда. Остановит, сядет, поедет. Вот была она такая, это... Иновельная. Иновельная. Она только выходит из дома, оглядывается, кто едет или чего-ли. Вышел, она не уйдет с дороги. Выйдет на дорогу и машет. Стой, и все. На мотоцикле или чего-ли. Прилепится. И поехала. Вези. Вези ее. Это вот насчет этого она молодец была. Иновельная. Характерная. Она порядок всегда у нее. Когда говорили, иновельно в больницу пришла, все, чай кончился у всех. Никому не даст чай пить. У, что-то у нее была фильм, но там уборщица. И она, что-то всегда была. А больница-то... А это, Горелова говорила, когда она сюда на фабрику поехала работать из деревни, ей там, типа, эти метрики не отдавали, чтобы из колхоза не выпускать. Там же бесплатно они тоже работали. Она где была? В Гусихе, что ли? Казаковка. А, Казаковка. Тут-то зарплата будет, а там-то бесплатно работали. Из колхоза не выпускали. А тебя тоже не пускали птичницей? Меня не пускал. Я ушла 1 января. 58-го года я ушла. Птичницей. Сюда пришла. Плакала. Был это, говорит, Григорьев. Ну, вот как сейчас. Сашка, что ли, он Григорьев. Ага. Баба-то вот его приходила за молоком-то. А его он, кто он? Дед. Дед. Отцов. Нет. Отца он деда, а уж он ему прадед был. Председателем колхоза был. Я его просила, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, отпустите. А Колька-то у меня глухо было в армии. Угу. Пустите меня, пустите. Я пойду на фабрику работать, вот и на фабрику. И он меня, нет, нет, отпустил. Ну, не отпустил бы. Что бы ты остался работать в колхозе бесплатно, что ли? А куда? А куда? У нас ничего не было, кроме метриков. Ни паспортов у нас, ничего. Я вот сейчас не помню. Это что, метрики были у председателя ваши? На руках их не было? Нет, это у нас на руках были. Ну, а что ты, как ты без них не могла? Ну, все равно, я считалась колхозницей. А-а-а. Ну, ты что? Ну, мы такие вот были, Паш. Это сейчас вот ничего, ну, никто я ни паспорта не сдавала, ничего не сдавала. У меня там не было ни трудовой, ничего. Просто колхозница еще? Все, вот по списку мы шли, вот как мы. Как рабы? Как-то веля вот вели на нас, и все. Ну, вы, по сути, как рабы и были там, как крепостные в колхозе. Я уже тут получала паспорт, вот сейчас не помню, как. Нам, по-моему, совхоз выдавал. Сельсовет. Все, вот как сельсовет сдавали, сдавали с работы справку. Поступил вот, безо всего пока поступил. А потом дают нам, метрики сдаешь, там справка вот с работы. И получали, секретарь, это, председатель совета, секретарь сельского совета, нам выдавали паспорта. А вот сейчас не помню уже, сколько лет прошло. Я даже не помню сейчас, когда мне и вручали. Ну, 58-й год, разве ты вспомнишь? Да. В 58-м году я как паспорт получила. А уж где я прописана, не знаю, уже потом было, как получил. Наверное, на ферме, что ли. Не помню. Я когда говорю, ферма, все думают, это прям, ну, как ферма. Типа здание какое-то, где скотина держится. Да. А это хутор. А почему он хутор-ферма? Хутор-ферма, кто их знает. Просто отделение на хуторе-ферма было, и поэтому так называли? Ну, наверное, вот назвали так. А как-то и не интересовались спрашивать, почему ферма. И в голову не приходило, ну, значит, так и надо было название. Мне придавали значение этому. Это сейчас вот любопытство какое-то. Вот почему оно, ферма. Был в Рашиловский район. Потом в Саратовске. Потом в Саратовске. В Рашиловске я помню. А сельсовет в Бартламеевке. Сельсовет у нас был в Бартламеевке, да. Ну, дубков тогда, дубки тогда только начинались. А дубки-то, нет, они были. Ну, тут, наверное, домов-то было меньше, чем на ферме. Школа была. Мы сюда ходили, в школу-то. А-а. В 52-м году я сюда ходила, в школу. Школа-то была вот где, на углу-то там вот, где Любка живет, это, Малинина. Угу, угу. Это же из школы сделали дом-то этот. Угу. На четыре хозяина эта школа была. А дома-то как были, вот, где вот эта... Вдоль оврага. Штоцкая вот жила. Маленький дом, где сейчас Сарапинта. Угу. Вот где сейчас эта Овечкина живет. Тут вот так дом стоял, вот так он. Вот с этой стороны были двери. На четыре хозяина было. И на той стороне, на третьем были. На третьем два дома. На горе Полина одиноко жила. Потом там и Сурковы жили. Потом вот домик вот этот вот стоял там, где колесник сгорел там. Угу. И вот этот дом, что это, Мухряковы там жили. А в овраге еще я читал, в овраге был дом, где бруцеллез. Был, у нас два хозяина там был. Там, говорят, недолго жили, потому что волки водились. Не знаю, он долго стоял. Я же уже в зубках жила. Ну, волков что, много, что ли, было? Он стоял там. Те тлены Муханова жили с Матвей Ивановичем. Потом еще одна семья там жила в этом доме, на два хозяина было. Землянки были. Вот где этот дом, как его стоит, вот. Вот, где людка-то живет, не верит. Угу. А тут вот ниже, в овраге. Где крытый рынок. Или ниже. Ниже, туда, вдоль оврага. Вот так. Там же вниз спускается с горы. Угу. И вот под горой-то были землянки. Прям в земле. Угу. Вот. Четыре землянки жили. Там полинка вот безрукая. Она без руки была или так просто? Звали ее? У нее вот эта вот рука была эта. Как она? Нет. Угу. Протез. Протез. Вот. Там четыре землянки было. Жили в землянках люди. Потом. Был где еще-то. На запрудном. Нет, пишут, что волки были. Типа и там не хотели жить. Что, волков много было? Я не знаю. Волки, они везде были волки. Они и у нас были. На ферме. Вечером. Чете, Варя Шишкова. Вот. Нимка Шишкова, мать. Сел к козу доить. Волк подходит и ее. Цап. А она скачила. Думала, собака. Иди, собака-то вот так. Отталкивает. А это волк. Схватил. Козу-то. Она давали это отбивать. С этого. Как все он иет. И собак ели. Волки. На цепи и все. У кого двора нет, во двор зайдут. А тогда и дворов-то не было ни у кого больно-то. Заборов не было, да? Конечно. Все открыто. Это ж тут маленько начали вот тут делать. Нечего нигде взять. Палку нигде взял. Взять. Ну да. Че у нас степь? Посадок не было. Ничего не было. Это ж посадки-то мы посадили. А че их рубить что-то пойдешь? Это ж мы сажали вот посадки-то. А посадки когда сажали? Посадки-то вот мы сажали уже 50-е вот года. До колхоза мы сажали. И по сути там вообще даже, там же ни леса на ферме нет. Ничего. Ничего.